Дорога не место для тарапык. Москва. Седан начинает поворот под зелёную стрелку, а въезжает под кроссовер. Есть. Авария есть. Ума у водителя кроссовера нет. Ехал на красный. Есть. Украина. Девочка на тротуаре боится выйти на пешеходный переход. Водитель остановился, пропускает. И девочка бежит, не глядя по сторонам. Кроссовер Колом встал на зебре, но ребёнка всё-таки зацепил. Шофёр и его пассажир выскочили из машины. Мужчина поднимает девочку на руки. Ушиблась, но жива. Ижевск. Хэтчбэк бьёт седан на перекрёстке. И чё, куда-то дебил летел? Торопился повернуть водитель седана. Помеху справа увидел, когда ему уже прилетело. Иваново. Две девушки идут по зебре. Легковушка их пропустила, а газель нет. На бои в одном месте. Почтовая 19. Пешеходы уворачиваются от грузовичка, а на встречке машина. Одну девушку зацепила. Встала сама, но вот идти не может. Шофёр газели делает вид, что удивлён. А чему удивляться? Пешеходов видел издалека, но хотел проскочить побыстрее. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». Для РНТВ прям. Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Выпил, за руль не садись. Патруль остановил пазик. Шофёр явно под градусом. Но убеждает полицейского, что не пил. Вчера уже не пил, потому что вчера-то, конечно, там 5-то было. Было, было. Не было. Прибор тоже врать не станет. Выпи, 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 выпи. Всё. Видите, ждите. Идёт анализ. Идёт анализ. 0,52. Видите? 0,52. Это больше допустимого, потому что... Ближе. Потому что допустимое 0,16. Не обманул пьяный водитель ни полицейского, ни прибор. И без прав остался, и без машины. Пьяный водитель врезался в дерево и теперь хочет уйти с места аварии. Очевидцы останавливают водителя. Друзья, вы тебя не ответите, Анна. Хочу поставить около дома. Я около дома. А скажите, пьяная может за руль садиться? Нет. Вы знаете, какой наказание? Знаете, что известный человек? Кто вы? Известный человек. Ну, известный. И это вам даёт право ездить пьяными? Если выключите телевизор, то, наверное, увидишь меня. Я сам, главное, не так. В московском самолете, что тебе надо? А ты кто? Патрульные усаживают известного человека в машину. Только теперь она с решётками. Вот теперь пьяница за рулём точно станет по-настоящему известным. Тюмень. Полицейский предлагает водителю пройти алкотест в патрульном автомобиле. Чистая трубочка. Мужчина лично убеждается. Трубка запечатана. Дует в прибор. Так, понятые, разрешено 0,16. Всё, что выше, считается алкогольным объединением. Так, смотрим показания прибора. Убегаешь прибор? Нет. Водитель врёт. 0,70. С показанием прибора согласны? Нет. В областной наркологический диспансер проедем. Понятые, слышите, я предлагаю водителю проехать в областной наркологический диспансер. Вы отказываетесь, вас правильно понимают? То есть водитель отказывается проехать в областной наркологический диспансер. Для освидетельствования на состоянии опьянения медицинского. Тогда данные гражданина у вас будут оформлены по статье 12.26.1. Решение прохождения. Знал, но пил и сел за руль. Не по-русски это. 50-й человек, пожалуйста. За рулём надо думать, а не мечтать. Убнинск. Машины встали перед зеброй, А водитель легковушки замечтался и въехал в бампер. Телезритель Дмитрий объехал аварию и тоже встал перед переходом. Пропускает женщину. Повезло Дмитрию, что сзади нет такого же мечтателя. Рязань. Шофёр грузовичка проморгал момент остановки автобуса. Выехал на встречную, чтобы не врезаться. От автобуса увернулся, а от встречной машины нет. Газелист зевнул и подбил машину, водитель которой правил не нарушал. Саратов. Байкер обгоняет попутку на мосту через Волгу. Пристроился за пикапом, а тот резко затормозил. Прозевал байкер красную вспышку. Мотоциклист виноват, но высказывает водителю, что тот тормознул слишком неожиданно. Высказал и поехал дальше. Симферополь. Развозчик пиццы на скутере лихо поворачивает на перекрёстке. Водитель и пассажир вышли из машины, чтобы помочь доставщику. Кто-то сегодня своей пиццы вряд ли дождётся. Невозможно ехать поперёк, а поперечники едут. В Московскую область телезритель Николаев встал в хвост очереди машин на левый поворот. И видит, иномарка разворачивается от обучины. Поперёк седану. Срезал поперечнику передний бампер, а сам вылетел на встречную полосу. Хорошо, что правый ряд был свободным. Утка с выводком переходит трассу. Рядом с зеброй, но на красной. Сегодня, пожалуй, у нас с вами воинца. Морр Лебедев. Каждый из выпуска программы «Траку и знаки» вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Вместе в пути. Водитель кроссовера устал ждать, когда пернатая мамаша закончит переходить. И поехал. Наша телезрительница возмущается. Понесутся бедные. Женщина решила помочь утке и вышла на дорогу. Телезрительница шутит. Выходяйте, я кладу. Там, старая, первая. Там, аж бедная, полетели. Скорее, скорее, скорее. Ни одно пёрышко не упало. Вот это по-русски. Телезритель Александр по главной дороге подъезжает к перекрёстку с мигающим жёлтым светофором. Тут ему справа вбок и прилетело. Машина крутанулась вокруг оси и замерла на встречной полосе у бордюра. И ещё один наш телезритель едет по главной дороге. Она свободна, но с авторостепенки выезжает универсал. Едва успел затормозить перед поперечником. Регистратор зафиксировал, какими рисковыми бывают дедушки. Встречаться с кем-нибудь лучше не на встречке. Телезритель Денис начинал обгон. Водитель попутки тоже. Только вот в зеркало он не посмотрел. Поданул машину Дениса. Отбойник, занос и полёт в кювет. Прямо в дерево. Лада несётся по встречной полосе в лоб легковушки. Водитель успевает завершить обгон, но машину бросает по дороге. Шофёр попутки предсказывает аварию. Угадал. Легковушку с прицепом разворачивает и несёт во встречный автомобиль. Прицеп перевернулся. Две машины разбиты. Мешки разбросаны по всей трассе. А Лада в облаке пыли скрывается с места аварии. Выживай, вызывай каичников, у меня регистратор. Лихача задержали на первом же посту. Телезритель Алексей едет за лесовозом по трассе Можайск-Круза. Он не обгоняет тихоход, потому что линия сплошная. А водителю вот этого хатчбека всё равно. Вылетел навстречу в лобовую атаку. Испугался, ударил по тормозам и пошёл в занос. Перегородил трассу так, что Алексей едва успел остановиться. А Лихач развернулся и полетел дальше. Снова догнал лесовоз и пошёл на обгон через сплошную. Одно удовольствие смотреть на работу профессионалов. Огромная фура выехала на перекрёсток узкой улочки. Дальнобойщик виртуозно вошёл в поворот. Никого на светофоре не задел и вызвал восхищение у байкера. Тульская область. Телезритель Максим едет за фурой и не спешит. Впереди поворот. Дальнобой вошёл в него аккуратно. Но с грохотом лёг на бок. Едва легковушку не прихлопнул. Максим объезжает поверженный грузовик и останавливается на обочине. Прямо под знаком «Железнодорожный переезд». Перевернись, фура на переезде. Проблем было бы куда больше. А вот это правильный дальнобойщик. Шофёр подъезжает к разгрузочному терминалу. Ему надо втиснуть фуру в ворота. Попадёт с первого раза. Или разнесёт весь амбар. Вот это меткость. С первой попытки. И без единой царапины. Настоящий виртуоз. США. Водитель сигналит шофёру пикапа. Сбежала твоя машина. Грузовичок катится поперёк шоссе, а хозяин бежит вдогонку. Но растянулся на дороге. Не добежал. Пикап съехал в кювет и затормозил в столб. Водитель попутки беспокоится. Ты в порядке? Хорошо. Конечно, хорошо, что никто не пострадал. Таких виртуозов на пушечный выстрел к машине нельзя подпускать. Некоторым водителям права выдали зря. Архангельская область. Внедорожник влетает в большую лужу на шоссе. Фонтан бьёт из-под колёс. Накрывает машину телезрительницы Ольги. Дворники не справились с водопадом. И Ольга остановилась. Вот и правильно. Внедорожник тоже резко притормозил после лужи. Не остановись, Ольга. Въехала бы в чужую корму. Череповец. Байк без водителя летит по встречной полосе по мосту. Микроавтобус ушёл от лобового столкновения. А водителя на марке нет. Прямо в лоб получил от байка. Алё, гараж? Где хозяин мотоцикла? На трассе Екатеринбург-Челябинск идут ремонтные работы. Шофёр спецавтомобиля задумался и залил битумом ветровое стекло. Дворниками такой дождь точно не очистишь. Бочки битума хватило на 40 машин. Туапсинский район. Телезрительница Анна снимает папашу, который везёт на скутере сынишку. И сам без шлема. И ребёнок тоже. Опасно это. Не по-русски. Чем больше масса, тем меньше шансов. Москва. Малолитражка мигает аварийкой и начинает обходить КАМАЗ по правой полосе. Шофёр грузовика соседа не увидел. Включил сигнал поворота и начал перестраиваться. Развернул легковушку под лобовой удар попутной газели. Сладили два больших с одним маленьким. Евгений из Норильска поделился историей. Автобус подъехал к остановке. И мама с дочкой хотят зайти в салон. Но из передней двери выходят пассажиры. Поэтому женщина спешит к задней. Ставит девочку на первую ступеньку, а шофёр закрывает дверь и трогается с места. Ребёнка выдернуло из рук матери и тащит за автобусом. Непростительная халатность для водителя общественного транспорта. Китай. Кроссовер на обгоне бортанул междугородний автобус. Шофёр потерял управление, и большая машина врезалась в отбойник. Перевернулась на правый борт. Непристёгнутые пассажиры вылетели из кресел. Пристёгнутые повисли в воздухе. Серьёзный кульбит сделал автобус. Но все остались живы. Санкт-Петербург. Легковушка на скоростном шоссе подрезала фуру. Грузовик протащил её с десяток метров и выплюнул под машину телезрителя Георгия. Живо? Всё в порядке? Живо. Не оббегываете? Не сильно, не пострадаю. Да. Семья нашего телезрителя не пострадала. Больше всех досталось водителю легковушки. Но он сам напросился. Калужская область. Машина обходит попутку. А впереди ремонт дороги. И самосвал поворачивает к стройке. Давай, дебил, давай, грузовик. ***. Вот. Молодец. Легковушка мячиком отскочила от КамАЗа в бетонные блоки. Морда в смятку. Двери заклинило. Саша, взрывайся. Водитель самосвала и очевидцы аварии бегут к разбитой машине. Объезжай его туда. Водитель не слушает пассажира. Остановился рядом с КамАЗом и тоже побежал на выручку. Десять человек вокруг разбитой машины. А водитель сам через окошко вылез. Жив и здоров. Давай, дебил, давай, грузовик. ***. Вот. Молодец. ***. Пешеходу не везде дорога на дороге. Телезрителя Александра из Новосибирска обгоняет кроссовер и тут же тормозит. О, так тяжело. Александр сигналит мужчине, а тот все равно упрямо бежит. ***. ***. Я знаю этого осла. Жаль, этот осел не знает, где можно переходить улицу, а где нет. Санкт-Петербург. Телезритель Павел въезжает во двор и тут же бьет по тормозам. Ребенок выскочил под колеса. Ой. Не качай. Вот так вот Макса, блин. Нельзя бегать. Молодец, Павел. Не гнал по двору и ребенка не покалечил. Новосибирск. Шофер газели Александр заезжает на парковку между фурой и грузовичком. Ему под колеса бросается парень. ***. Пассажир возмущается. Один правильный пешеход Александру в Новосибирске все-таки попался. Да и тот голубь. Идет строго на зеленый и по пешеходному переходу. Они едут быстро и поражают, не целясь. Самара. На светофоре желтый. Машины завершают проезд перекрестка. И тут Газель. Смотрим еще раз. Водитель Лады так спешил повернуть, что налетел на бордюр. А добавку получил от маршрутки. Она долбанула тазик, легла на бок и вылетела на тротуар. Оба шофера гнали на желтый. Жаль пассажиров маршрутки. Они покупали билеты не на автородео. Трасса под Тулой. Иномарка обогнала Газель по обочине. Потеряла управление. Выписала несколько кренделей. И вылетела на встречную полосу. Девушку водителя спасли подушка и ремень безопасности. Москва. Еще один обгон по обочине. Но впереди тормозит белый седан. Кто вышел на шоссе из машины? Посмотрим еще раз. Вот летчик несется по шоссе. А вот тормозит белый седан. Автомобиль сломался. Вот водитель и вышел на обочину. А тут истребитель подлетел. О, боже. Обочина всегда коварна. Легковушка мчит по обочине. А впереди столб. Водитель резко принимает влево. И через все шоссе уходит в кювет. Перед носом у встречного внедорожника. Второй столб тоже мимо летчика просвистел. Повезло истребителю. Никого не сбить. И самому выжить. Санкт-Петербург. Мини-вэн включил сигнал поворота направо. И медленно едет по дороге. В него врезается седан. Мини-вэн выбрасывает на тротуар. На пешехода. Парень упал между машиной и заборчиком. Жив? Да, живой. Но хромает. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». Ха-ха, понеслась. ***. Готово идти на вот и водить по-русски. Смотрите, запоминайте. И правил не нарушайте. Водить по-русски можно в любой точке мира. Саудовская Аравия. Машина полыхает на заправке. Люди суетятся и ничего не могут сделать с этим факелом. АЗС вот-вот рванет. Храбрец на внедорожнике выталкивает горящую машину подальше от колонок. Потом резко сдает назад, чтобы сбить пламя с колес. Уносится так же быстро, как и появился. Иностранный герой остался неизвестным, но вел себя и свою машину по-русски. Москва. На дороге авария. Таксист давал задом и задел упакованное авто. Вмятину получил ржавый жигуленок. Таксист вызвал инспекторов. Ждет. Акипаж ГИБДД. Можно сейчас выйти и помочь таксисту. Неравнодушный очевидец аварии спускается во двор, где причитает пожилой таксист. А давно ударились уже? Нет, сколько. Знак аварийной остановки есть? Есть. Поставьте на всякий случай, потому что могут просто штрафануть за тысячу рублей, тысячу рублей выписать штраф. Спасибо. Вот. Таксист ставит знак аварийной остановки. Через несколько минут появился хозяин жигулей. И как, с ГАИ уже договорились? Да все, хорошо, ГАИ, нам не надо. Я запаздываю. На свадьбу. Нам прям вот нет. Даже ругаться не надо. Ну, вообще здорово, что все закончилось. Вот это по-нашему. По-русски. Ваш регистратор включен? Тогда счастливого пути. Субтитры сделал DimaTorzok